ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Называется «Свободное мнение». Итак, наши гости у нас на связи. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, мои дорогие чекарцы. Я приветствую вас. И у нас в гостях замечательный человек, российский журналист, социолог Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Игорь Александрович, сегодня, как известно, прошла 17-я по счету пресс-конференция Владимира Путин. Так называемая программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». И вот вы знаете, прежде чем начать беседу, я бы хотел познакомить вас с очень интересными цифрами. Дело в том, что на телеканале НТВ, на YouTube-канале НТВ, эта передача транслировалась в прямом эфире. И вот очень интересные цифры. Значит, на данный момент, четырехчасового общения, эта программа набрала 669 239 просмотров. Это вот данные за 20 минут до начала нашего эфира. При этом 8 и 1 тысячи лайков, 111 тысяч дизлайков, при этом 13 826 комментариев, из которых половину, я, хоть я и мужчина, я процитировать не берусь. Скажем так, они были весьма негативными, эти комментарии. Вот как вы можете это прокомментировать? Вы знаете, вы будете смеяться, но я хотел начать этот разговор именно с этого. Потому что, мне кажется, это самое важное, что можно сказать сегодня об этой прямой линии. Потому что само содержание, ну, откровенно говоря, комментировать довольно сложно, потому что это 4 часа пустоты. У меня, правда, были данные через 20 минут после окончания прямой линии. Тогда там просмотрело примерно полмиллиона, там 460, если не ошибаюсь, тысяч. И на тот момент было 6,5 тысяч лайков и 79 тысяч дизлайков. Ну, пропорция сохранилась примерно та же самая. То есть, причем совершенно очевидно, что, во-первых, это люди, которые смотрели. Во-вторых, это люди, то есть это люди заинтересованные. Во-вторых, это, то есть они, ну, в целом, это же не мазохисты. Это люди, которые, ну, вряд ли в России такое количество мазохистов есть, вот больных людей с такими отклонениями. Значит, то есть это реальное социологическое исследование. Ну, может быть, там выборка не самая, так сказать, нормальная, но, тем не менее, это реальное исследование, которое, с моей точки зрения, показывает, что рейтинг Путина сегодня, ну, в лучшем случае, 10%. Да, действительно, большая часть комментариев нецензурные, но преобладают такие. Когда же ты уйдешь, когда же ты сдохнешь. Значит, был целый ряд предложений. Отравиться, как Гитлер вместе со всей семьей. Значит, поднять его на вилы и так далее. Вот это доминирующее настроение. То есть, на самом деле, действительно, вот настроения в народе сейчас именно такие. Когда ты уйдешь? Вот это единственный вопрос, который, в основном, задавали Владимиру Путина, его соотечественники. Значит, здесь я должен сказать, что, помимо этого, были результаты такого нормального социологического исследования. Которые показали, что главной темой этой прямой линии были национальные проекты. Вот эти вот 12 национальных проектов. По данным опроса, только 7% вообще понимают, что это такое. То есть, люди вообще, в принципе, не понимают, что это такое. И подавляющее большинство чиновников тоже считают, что никакого отношения к делу эти проекты не имеют. То есть, это все, на самом деле, вот некие искусственные построения, которые, в общем, существуют исключительно для распила средств и для того, чтобы было чем-то заняться вот этому Общероссийскому народному фронту и Единой России. То есть, вот это самое главное, что можно сказать. Содержание, которое, ну, четки 4 часа человек что-то говорил, его спрашивали. Ну, что можно сказать? Конечно, совершенно потрясающие перлы касаются чудовищных зарплат чиновников и глав, значит, госкорпораций. Мы знаем, что целый ряд глав корпораций получают там по несколько миллионов рублей в день, просто в день, вот несколько миллионов рублей. Значит, Путин объяснил, что да, может быть, немножко разрыв надо сократить, но, что очень важно, он сказал, что, ну, особо сильно сокращать этот разрыв нельзя, потому что иначе чиновники, во-первых, разбегутся по частным конторам, а, во-вторых, уедут за границу. То есть, президент Российской Федерации убежден, что люди, которых он, так сказать, назначил на ключевые посты, это проходимцы и жулики, которые, если они не будут грести миллионной лопатой, то они разбегутся и уедут за границу. То есть, это вот такое его представление, ну, о той корпорации, которую он создал. Я думаю, что в данном случае ему можно доверять. Это тот, может, единственный случай, когда ему можно доверять. Значит, ну, все остальное, в общем, достаточно анекдотично смотрится, потому что Путин еще раз объяснял гражданам, что то, что они считают, что они стали жить хуже, это объясняется неправильными подсчетами. Он не поверил, когда люди ему стали говорить, что они получают 10 тысяч рублей в месяц и меньше. Он сказал, что этого быть не может. Ну, понимаете, вот когда я говорю, что у меня в кошельке 100 рублей, а другой человек говорит, что нет, вы ошибаетесь, у вас в кошельке несколько тысяч, ну, что можно сказать об этом человеке? В данном случае, я думаю, что для подавляющего большинства граждан, там ответ Путину был совершенно нецензурный. Значит, ну, все остальное, в общем, то, что прозвучало, ну, выглядит достаточно комедийно, потому что, когда к президенту обращаются с просьбой, у нас, значит, вот 6 тысяч человек живет в поселении, и у нас 20 лет нет воды, и вот, ну, просто нет воды. Нечем, нечего пить, негде помыться, люди ездят в Тюмень. Ну, это действительно абсолютная катастрофа, и таких семей, таких поселений много, и Путин начинает вместе с губернатором решать эту проблему. Все это выглядело бы как комедия, и действительно можно было бы над этим смеяться, если бы это не касалось страны, в которой вот мы живем. Все это совершенно неприлично, неприлично, непристойно и отвратительно. И отношения россиян, которые нецензурно это оценивают, и которые там в более чем десятикратном размере негативно крайне оценивают эту линию самого Путина, вполне понятно. Как это конвертировать в то, чтобы ему пинка под зад, наконец, задать, это большой вопрос, и тема абсолютно отдельного разговора. Но, по крайней мере, настроения у людей в абсолютном большинстве, как выяснилось, именно такие. Игорь Александрович, но давайте тогда я по-другому поставлю вопрос. Не кажется ли вам, что на сегодняшний день Путин вот со своими этими прямыми линиями он превратился в какого-то позднего Брежнева? Мы все знаем, как Леонид Ильич, он любил вешать себе разные, извините за выражение, цацки на грудь, и даже тогда во времена позднего СССР был такой анекдот, что в Москве произошло землетрясение, потому что пиджак Брежнева со стула упал. Народ над этим смеялся. У Владимира Владимировича, у него другая забава, устраивать прямые общения с народом. Реакция народа, как вот мы только что убедились на этих комментариях на телеканале НТВ, она приблизительно точно такая же. Вот вам не кажется, что мы как-то пугающе повторяем судьбу позднего СССР? Ну, это было бы хорошо, если бы мы повторяли судьбу позднего СССР, потому что закончилось это все-таки развалом Советского Союза. Я думаю, что развал России был бы большим благом. Хотя, конечно, так сказать, это процесс очень рискованный, но я другого, откровенно говоря, пути не вижу все-таки завершить затянувшийся более чем на сто лет распад Российской империи. Другого пути я просто не вижу. Я думаю, что Россия в нынешних границах не может существовать длительный период в 21 веке, потому что эти границы исторически не оправданы. Я полагаю, что другой вопрос. Это тема очень отдельного разговора. Каким образом распался СССР и как он сгинул, это непростая история. И она не произошла автоматически от того, что упал пиджак Брежнева. Она никак не связана с этим землетрясением. И она никак не связана, подчеркиваю, это мое глубочайшее убеждение, основанное просто на анализе ситуации изнутри в Советском Союзе. Я абсолютно убежден, что никакой связи между вот этим маразмом, который был в позднем СССР, и ликвидации СССР, его распадом не существует. Никакой связи абсолютно. СССР мог существовать еще длительное время. И вот никаких абсолютно внутренних, так сказать, могильщика СССР не было. Вот никакого могильщика СССР не было. И все люди, которые смеялись, они продолжали смеяться еще очень долго. Если бы не вот некоторая историческая случайность, если бы, так сказать, старенький Громыко не выступил за то, чтобы назначить генсеком молодого Горбачева. Если бы назначили Романова или, там, не дай бог, Гришина, то я думаю, что СССР сохранился бы. Вот. Там, исторически обречен, да, но историческая обреченность, она может существовать и сотню лет. Поэтому вопрос заключается в том, каким образом вот это вот уже абсолютно маразматическое существование путинизма, а он действительно вступил в маразматическую стадию, каким образом это маразматическое существование может прекратиться? Это очень, это вот самый-самый важный вопрос. Потому что, да, все смеются, да, все проклинают, но, тем не менее, могильщиков вот этого режима, этого, ну, режим фашистского типа, это мы несколько раз уже с вами такой диагноз ставили, могильщиков этого режима пока не видно. Вот это проблема. Ну, а то, что он становится уже действительно смешным, это видно, все смеются, все матерятся. Нет сегодня нормальных людей, которые вообще, так сказать, людей, владеющих членораздельной речью, которые в состоянии аргументированно что-то сказать в пользу этого режима. Но тогда неизбежный вопрос. А ведь обратите внимание, на своей, опять же, прямой линии, это, разумеется, я беру в ковынии, потому что без смеха это уже воспринимать невозможно. Ведь обратите внимание, Путин не затронул ни одну животрепещущую тему. Он не упомянул Ингушетию, он не упомянул ШИЭС, хотя уже стало известно, что в ШИЭСе просто не дали элементарно людям выйти к камере. Он не упомянул Чемодановку, он не упомянул Екатеринбург. Вот не кажется ли вам, что есть опасения воспринимать всерьез предупреждение Алексея Кудрина о том, что грядет социальный взрыв? Как вы считаете? Ну, понимаете, Алексей Кудрин, хотя Путин и сказал, что он эволюционирует в сторону Глазьева, ну, это известно, это два, так сказать, питерских чиновника, которые, так сказать, связаны одной цепью и, так сказать, относятся к друг другу достаточно скептически. Но Кудрин, понимаете, он выполняет свою функцию. Он, параллельно с тем, что он сказал, что грядет социальный взрыв, он понес абсолютную ахинею, что решение вопроса бедности, это просто начать раздавать людям деньги. Ну, слушайте, это что? Это вообще... Он на самом деле думает, что таким образом можно бедность ликвидировать. То есть, если вот нищим раздавать деньги на улицах, то они перестанут быть нищими. Да нет. Они просто... Ну, каждый из нас наверняка встречал людей, которые занимают деньги до получки. Ну, давайте давать им деньги до получки. От этого они лучше будут жить, что ли? Нет, это абсолютная глупость. Что касается социального взрыва, то я думаю, что Кудрин не чувствует страну совсем. Я полагаю, что запас определенной прочности есть. Какой фактор приведет к социальному взрыву, мы не знаем. Это всегда неожиданно. Это всегда неожиданно. То есть, это может случиться внезапно сегодня, это может случиться завтра, это может случиться через несколько лет. Поэтому и Кудрин здесь... Кудрин никогда не проявлял себя как хороший прогнозист. Это бухгалтер, нормальный бухгалтер в нарукавниках, хранитель, значит, бандитского общака, который 11 лет хранил этот общак. Потом, когда его отставили, сейчас вот он занимается подсчетом этого общака в счетной палате. Поэтому ссылаться на мнение Кудрина я бы не стал. Меня, так сказать, гораздо больше, как мне кажется, проблема отношения Запада к тому, что происходит сегодня в России, потому что Россия, в отличие от брежневской России, от брежневского времени, Россия путинская сегодня стала очень серьезной угрозой для человечества. Брежневская Россия, брежневский Советский Союз, несмотря на то, что он был больше, значительно, в несколько раз больше, и более серьезную долю в экономике занимал, и в вооружениях, и держал под собой, так сказать, треть человечества, несмотря на это, он такой опасности не представлял. Путинская Россия представляет очень серьезные опасности. То, что Запад этого не понимает, и по-прежнему продолжает заниматься коллаборационизмом, продолжает заниматься, вот распространяется эта шредеризация, это очень серьезно, это очень опасно. Мне кажется, здесь есть, должны быть какие-то силы, которые все-таки западную элиту, западных лидеров общественного мнения смогут убедить, что проблему путинской России надо решать. А вы считаете, что на Западе никто этого не понимает? На Западе, конечно же, люди есть, которые это понимают, но все-таки лица, принимающие решения, окончательные решения на Западе, ну, может они и понимают, но не считают нужно конвертировать это понимание в действие. Но тогда вот сейчас уже в открытую говорят о том, что на Западе части политического истеблишмента, они просто куплены Путиным, особенно речь идет о Европе, где поднимают голову неонацистские партии. Насколько это серьезно с вашей точки зрения? Ну, скажем так, это известная история, известные результаты последних выборов в Европавламент, там действительно неприятная тенденция, пока она еще не катастрофическая, то есть пока все-таки нормальные проевропейские силы, они пока в большинстве. Хотя, так сказать, движение идет в другую сторону. Движение идет в сторону победы левых и правых радикалов, которые частично куплены Путиным, частично являются интересантами вот такого развала Европы. То есть на самом деле проблема действительно серьезная. Ну, есть еще и проблема вообще исторической тенденции вот такого измельчания лидеров. Это ведь на самом деле идет несколько параллельных процессов, которые, в общем, многими чувствуются, но не очень хорошо артикулируются. Идет так называемое второе восстание масс, когда, так сказать, говорящие и пишущие сословия утратило свою монополию на говорении и писании. Сейчас благодаря интернету, благодаря социальным сетям огромное количество людей стали писателями, ораторами и, так сказать, говорящими головами. И, в общем, с этим, безусловно, связано то, что вот эта знаменитая двухступенчатая модель распространения общественного мнения, которая была американским исследователем Полем Лазерсфельдом открыта, когда, так сказать, распространяется через лидеров общественного мнения, она сейчас уже не работает, потому что лидеры общественного мнения, сейчас их миллионы, десятки миллионов, каждый сам себе лидер. Это серьезная история, которая не до конца осмысленна. Она связана, и она, в свою очередь, влечет в какой-то степени вот измельчение политических лидеров, потому что сегодня, так сказать, не работает вот эта вот модель, которая была раньше. Значит, с моей точки зрения, вот все-таки в новой, я думаю, что в новой вот этой ситуации должен просто произойти перелом, потому что, ну, скажем, масштабных лидеров мирового масштаба вызвала в какой-то степени Вторая мировая война. Вот тогда появились и обозначились именно как громадные титаны, такие люди, как Черчилль, как Рузвельт и так далее. То есть это вызвало, вот это вызвало к жизни этих гигантов. Может быть, надо, чтобы дошло до края, чтобы вот эта опасность России, она проявилась еще более отчетливо. А, в общем, как известно, тьма сгущается перед рассветом, и вполне возможно, что вот в процессе умирания путинский режим совершит что-то такое, что заставит мир содрогнуться и все-таки ответить. Игорь Александрович, давайте мы с вами сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу беседу, а также наши зрители смогут задать вопросы в прямом эфире. Итак, друзья, рекламная пауза. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гимельфарба, свободное мнение. У нас в эфире Юрий Гимельфарб и его гость Игорь Александрович. И если вы не возражаете, господа, у нас уже есть звонки. Давайте попробуем их принять. Конечно. Добрый день, вы в эфире. Да. Говорите, пожалуйста. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Добрый день. Вот, после того, как вы очень интересно рассказали относительно общения Путина, батюшки народа, у меня вот несколько вопросов. Допустим, что так или иначе Путин уйдет естественным образом или каким-то, так сказать, другим образом. Не вечный же он. А вот что, как вы полагаете, дальше будет со страной? Это будет Россия, это будет страна-производитель. Для этого нужны сумасшедшие инвестиции, раз. Нужны современные технологии, которые есть только на Западе, два. Нужны производственные мощности в России, которых на сегодня нет, три. И самое главное, нужны способные трудиться и умеющие это делать люди за очень небольшие деньги, четыре. И еще один у меня вопрос. А куда вот с вашей точки зрения денутся вот сотни и сотни тысяч вот этих вооруженных ОМОН и все остальные, которые ничего другого, кроме как любить людей и, так сказать, заниматься всевозможным вооруженным садизмом не имеет куда-то. Окей, спасибо большое. Я просто не могу занимать очень много времени с вопросами. Господа, я предлагаю принять еще один звонок и потом можно ответить на все вопросы сразу. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Ну, окей, у нас человек, который ждал на линии, он сорвался. Давайте тогда попробуем ответить на те два вопроса, которые задал радиослушатель. Прошу вас. Ну, что касается того, что будет с Россией после того, как уйдет Путин, во многом зависит от того, сколько он еще продержится и каким образом он уйдет. Потому что, ну, сам он не уйдет по определению. Вероятность того, что он уйдет в результате каких-то нормальных демократических процедур по собственному желанию, скажет, я устал, я ухожу, или там, так сказать, это произойдет в результате, ну, нормальной демократической процедуры. Единственной такой нормальной процедурой являются выборы. Вероятность такого транзита власти равна нулю. Просто ни единого шанса нет, потому что Путин понимает, что после того, как он так или иначе будет отлучен от власти, идеальным вариантом для него будет тюрьма. Идеальным вариантом. Потому что есть и другой вариант, очень опасный для здоровья. Значит, количество преступлений, которые Путин совершил, они просто вот, ну, так сказать, это пожизненное заключение. Вне зависимости от того, где его будут судить. И это неизбежно абсолютно. Поэтому и никаких гарантий, там, которые Навальный ему там пытается давать, что вот давайте дадим гарантии, чтобы он ушел. Это все ерунда полная. Никто этим, во-первых, кто такие гарантии может дать, это все абсолютно несерьезно. Поэтому вопрос только в том, сколько он продержится и каким образом он будет уходить. Я еще раз говорю, что я не очень верю в то, что после на смену путинизму придет какой-то режим или, так сказать, какой-то вариант дальнейшего развития страны в существующих ныне рамках. Я не очень в это верю, потому что на сегодняшний момент вот те скрепы, которые скрепляют страну, они, в общем, держатся в основном на силе. Есть очень много факторов, которые будут способствовать тому, что страна просто распадется после гибели путинского режима, как это произошло, собственно говоря, с Советским Союзом. И я не уверен, что это так уж плохо. Значит, что же касается того, по какому пути пойдет Россия дальше, я думаю, что это траектории будут разные, потому что я совершенно не понимаю, каким образом в составе России может сохраниться, например, Северный Кавказ, с учетом всего того, что мы знаем сейчас. Я, ну, та же самая Чечня. И это будет другая совсем траектория. Я полагаю, что, так сказать, у разных регионов траектории могут быть разные. А что же касается потенциала? Ну, понимаете, вот какого-то, все, абсолютно все зависит на сегодняшний момент не от каких-то там зданий, сооружений, станков и так далее. Все зависит от мозгов. У того же самого Сингапура не было абсолютно ни малейшего там экономического потенциала, а были просто мозги руководителей. И за довольно короткое время Сингапур стал одной из самых процветающих экономик планеты. То же самое с Гонконгом. Тоже никакого потенциала нет. Значит, есть вот крошечная территория без всяких там полезных ископаемых, без каких-то там сверхъестественных заводов, промышленных мощностей. Есть мозги. Все. Есть мозги, будет жизнь. Я думаю, что в России, несмотря на чудовищный, так сказать, чудовищный отъезд мозгов, тем не менее, мозги остались. Во-вторых, если возникнет вот какая-то возможность реализовать себя, то часть, небольшая часть, я не верю в массовый возврат мозгов, потому что, в общем, недоверие есть достаточно высокое. Но, тем не менее, если на какую-то часть территории России придут вменяемые люди, то, в общем, с мозгами особых проблем не будет. Что же касается большого количества силовиков, ну, да. Это, безусловно, балласт. Значит, но я просто хочу сказать, что все эти люди, на самом деле, они, так сказать, очень хорошо настроены, очень решительно, очень мужественно, до тех пор, пока власть их прикрывает. Мы помним хорошо, что случилось с сотрудниками КГБ. Это тоже довольно большая организация, которые в Советском Союзе очень хорошо себя чувствовали. А в момент развала Советского Союза они сидели тихо на себя в офисе на Лубянке и внимательно смотрели, как их идола стаскивают с пьедестала. Ни один из них не вышел, не вытащил маузер и не стал разгонять вот эту толпу. Значит, после того, как Советский Союз сгинул, они сидели как мышки, стали пытаться устраиваться там куда-то на работу, стали бегать по частным предприятиям. Ну и только уже вот в конце 90-х, когда их ставленник пришел к власти, они воспряли, так сказать, стали хозяевами страны. Поэтому ничего страшного от этого не будет. Да, какая-то часть идет в криминал, какая-то часть создаст банды. Нормальная власть очень быстро поставит всю эту шушеру на место. Частично придут в силовые структуры новой власти, частично просто сядут в тюрьму. Никакой вот такой вот катастрофической угрозы вот это нынешнее обилие силовиков из себя не представляет. Господин, спасибо огромное за такой интересный ответ. У нас все линии горят, а у нас уже есть следующие радиослушатели на линии. Ну хорошо, давайте. Говорите, пожалуйста. Да, могу задавать вопрос, да? Значит, первое. Алло. Алло. Говорите, говорите, пожалуйста. Да. Значит, во-первых, анализ прекрасный, совсем согласен. Хочу только добавить то, что все его преступления, начиная с Ленинграда, сопровождаются чудовищной ложью. Чудовищной. Что внутреннего состояния в стране, что во внешней политике. Поэтому вопрос такой. Да, ну и вишенка на торте. Сегодня, когда был задан вопрос по Боингу, все доказательства отрицались. Все это у нас есть своя версия, ее они принимают. А в общем, это не мы. То есть, ну это уже дальше просто некуда ехать. Вопрос такой. Не имеет ли смысл теперь, после сегодняшнего отрицания вот этого последнего преступления, последней лжи такой, не имеет ли смысл отказаться Трампу от встречи с ним и вообще аннулировать приглашение его на встречу в двадцатке? И не считаете ли вы, что вообще звонок Трампа и просьба о встрече с ним было, в общем-то, ошибкой? И не пора ли эту ошибку исправить? Как ваше мнение? Потому что встреча, вы знаете, она просто укрепит его внутреннее положение внутри России. Спасибо. Игорь Александрович. Ну, Юрий, поскольку вам не дали возможность ответить на предыдущие, может быть, вы начнете? Я скажу только одно. Дело в том, что согласно неподтвержденной информации, и это инсайт, что сейчас ведутся переговоры о компенсации, денежной компенсации жертвам рейса малазийского Боинга MH17. Дело в том, что почему я не склонен считать это сведениями из разряда «Одна баба сказала». Дело в том, что значительная часть российского бюджета, она засекречена. И никто и ничего не знает, куда идут эти деньги. Поэтому в данной ситуации Кремль вполне может тайно сгладить эту ситуацию и компенсировать эти, ну, я даже не, ну, моральный ущерб, ну, вот жертвам, родственникам виноват, жертв этой катастрофы Боинга, этому преступлению, давайте назовем вещи своими именами. Поэтому вполне возможно, что при том, о чем говорил вот Игорь Александрович несколько минут назад, да, действительно, при том, что элита Западной Европы, она достаточно слаба, она достаточно бесхребетна, вполне возможно, что и они на это пойдут и удовлетворятся этим. Это вот моя точка зрения. Ну, я позволю себе, если можно, возразить в рамках нашей дискуссии. Мне кажется, что, во-первых, Кремль на это не пойдет, потому что это будет означать признание своей вины, признание преступления. И понятно, что в этом случае я думаю, что вот то, что прокурор Нидерландов представил, это пока еще только маленькая верхняя часть Айсберга. Я полагаю, что дальнейшее расследование, а там, как мы знаем, почти год еще остался до суда, вскроет и других фигурантов, несколько более весомых, чем эти отставные генерал-майоры и подполковник. И, в общем, довольно уже комедийная фигура Стрелкова-Гиркина. Я полагаю, что там есть совершенно другие фигуры, так сказать, из которых наименее весомая это, так сказать, господин Сурков. Это, я подчеркиваю, наименее весомая фигура, которая непосредственно, так сказать, замешана в этой во всей истории. Господа, у нас уже есть следующая радиослушательная линия, если вы позволите, я его выведу в эфир. Хорошо, конечно. Говорите, пожалуйста, добрый день. Спасибо за то, что подождали. Спасибо. Добрый день, господа. Юрий, у меня вопрос к вашему гостю. Игорь Александрович, я не являюсь сторонником путинского режима, но я считаю, что в Западной Европе грозит не путинская Россия, а мусульмонизация. И тех людей, которые мы сейчас считаем националистами, те, которые прошли въехал в арламент, их национализм дрожается в том, что они выступают против мусульманского засилия. Вот я хочу знать ваше мнение к этому поводу. Спасибо. Послушаю вас по радио. Спасибо за вопрос. Я думаю, что, несмотря на то, что, ну, действительно, есть проблема, есть совершенно очевидная проблема, так сказать, вот испытания западной цивилизации тем, что вот это вот огромное количество мигрантов из Северной Африки прибывают в Европу, и меняется несколько вот культурная идентичность. Да, эта проблема есть. Но я полагаю, что на самом деле Европа в состоянии это переварить. Она в состоянии это переварить. Да, это испытание, но она в состоянии это переварить. А вот что касается атаки путинской России, то эта штука может просто угробить ее. Просто может угробить. Значит, я думаю, что это более серьезная угроза. Несмотря на то, что сейчас говорят вот страшные угрозы, это исламский терроризм. Я думаю, что путинская Россия это более серьезная опасность. Тем более, что в значительной степени это сообщающиеся сосуды. Это сообщающиеся сосуды. И организация, в том числе и терроризм, она в значительной степени, так сказать, в целом ряде случаев нити ведут именно в Кремль. Так что мне кажется, что, во-первых, это не альтернативные угрозы, а во-вторых, все-таки угроза, которая исходит из Кремля, опаснее, чем та угроза, которая исходит из мусульманского мира. Я хочу добавить очень коротко, что я боюсь, что западный мир просто не понимает, что есть и еще одна опасность путинской России. Это развал инфраструктуры. Потому что то количество техногенно опасных объектов, которые скопились на территории Российской Федерации, оно представляет очень серьезную угрозу. В первую очередь для Восточной и даже Западной Европы. Вот посмотрите, вот недавно был выброс, это два года назад, по-моему, было на предприятии Маяк в Челябинской области. И потом французы опубликовали карту радиоактивного заражения. Вплоть до Британии дошло. И вы представляете себе, что это может произойти? Вот на прошлом нашем эфире один радиослушатель задал вопрос. Вот как мы относимся к сериалу «Чернобыль» от телекомпании HBO. Да, потрясающий сериал. Но дело в том, что, господа, вы поймите, что при том развале инфраструктуры, который мы наблюдаем сейчас, то, что произошло в Чернобыле, это может показаться детской игрой. Вот я считаю так. Спасибо большое. У нас следующий радиослушатель на линии. Добрый день, вы в эфире. Да, я очень извиняюсь, я второй раз звоню по вопросу о потенциале России в будущем. Кстати, я абсолютно согласен с тем комментарием, который только что прозвучал на счет опасностей, исходящих из России. Но буквально два слова по поводу того, что вот Сингапур и Гонконг стали там и так далее, и так далее. Значит, Сингапур, там пришел к власти Ли Куанг-Ю, умнейший очень жесткий человек, который в течение 40 лет там правил. И прежде всего он занялся тем, что он навел абсолютно жесткий порядок и перевешал всех бандитов. Он их перевешил, он их уничтожил. Вот. И он обеспечил абсолютно райские условия для иностранных инвесторов. И Сингапур с тех пор стал одним из так называемых азиатских киндров. Сингапур очень мощная финансовая производящая сила. В какой-то степени это относится к Гонконгу, но не забывайте. Еще раз. Молодой человек, я очень извиняюсь, пожалуйста, у нас слишком много времени уходит на то, чтобы выслушивать рассказы. Мы не можем себе этого позволить. У нас следующий радиослушатель в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Второй раз тоже самое. Звоню, вы не ответили на мой вопрос. Следует ли признать звонок Трампа Путину ошибкой, и не надо ли аннулировать встречу на двадцатке? Спасибо. Окей, спасибо большое. Прошу вас, господа. Если позволите, тогда я попробую ответить. Пожалуйста, пожалуйста. Я думаю, что вне всякого сомнения есть желаемое, есть действительное. Мне бы очень не хотелось, чтобы руководитель Соединенных Штатов Америки общался с Путиным, потому что Путин это просто очень большой уголовник, и общение с ним должно быть исключительно в присутствии его адвоката. Значит, поэтому мне бы этого очень не хотелось. Но если мы стоим на почве реальности, то я с трудом представляю сейчас, каким образом Путина можно, вот реальности сегодняшние, каким образом Путина можно не позвать на двадцатку, когда значительная часть, ведь есть противоречия, мир не един. Помимо России, помимо Европы, есть Китай, есть Индия, у которых есть свои интересы, есть Бразилия. И они просто играют на противоречиях, которые создает Путин. Путин создает, Путин крупнейший на планете торговец неприятностями. Крупнейший на планете торговец противоречиями. Он на этом играет, играет умело. Он смог устроить такое позиционирование России, когда Россию просто невозможно не позвать на двадцатку, потому что против этого будет Китай, против этого будет Индия, против этого будет, так сказать, еще целый ряд участников двадцатки. И, ну, это просто невозможно. Поэтому мне бы тоже, как и вам, уважаемый радиослушатель, уважаемый коллега, хотелось бы, чтобы Трамп не общался с Путиным. Ну, во-первых, надо отдавать себе отчет, что сам Трамп, в общем, в значительной степени пришел на обещание поладить с Путиным. А, во-вторых, не приглашать его на двадцатку очень хотелось бы. Я бы очень хотел, чтобы Путин был окончательным изгоем. Но пока в современном мире это, к сожалению, утопия. Просто утопия. Да, элементы изгойства есть. Санкции, все остальное. Но реальность такова, что, так сказать, противоречие, неоднородность современного мира не позволяет этого добиться. Спасибо огромное, Игорь Александрович. Господа, у нас буквально минутка осталась для того, чтобы завершить эфир. Поэтому прошу вас, ваше право. Игорь Александрович, ну, что я могу сказать. Огромное вам спасибо за потрясающую беседу. Спасибо вам за истинное удовольствие от общения с вами, за те достаточно интересные сведения, которые вы сообщили. Итак, друзья, вы слышали точку зрения российского журналиста, социолога Игоря Александровича Яковенко. Сегодня мы начали беседу с так называемой прямой линией Владимира Владимировича Путина, но закончили ее достаточно неприятными моментами. Но, как всегда, я напоминаю, выводы делать только вам. Спасибо, Игорь Александрович. Спасибо вам, Анатолий. Спасибо, Игорь Александрович. Спасибо вам огромное. Подписываюсь под каждым словом благодарности Юрия. Ну, Юра, а вам огромное спасибо за то, что вы приводите таких интересных, замечательных гостей. Спасибо, господа, вам огромное. Будьте здоровы. До следующего эфира. Всего хорошего. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok